Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. На связи Минское городское управление МЧС. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года только столичные спасатели совершили почти 1200 выездов на пожары и загорания. И почти 600 раз ликвидировали другие чрезвычайные ситуации. На пожарах 4 человека погибло. 29 пострадало. 34 человека работникам МЧС удалось спасти. 110 человек пришлось эвакуировать из опасной зоны. Подробности о происшествиях ушедшей недели слушайте прямо сейчас. Минск чрезвычайный. 4 мая в понедельник случился всплеск мусорных пожаров. Целых 7 фактов загораний мусора. 5 раз в жилых домах и 2 раза на территории. Причина во всех случаях брошенные незатушенные окурки. Наглядный пример того, как низкая культура превращается в социально опасное явление. Во вторник вечером вновь горел мусор. Точнее говоря, видимо так посчитал человек, который поджег на улицах Харьковской брошенный на долгое время без номерных знаков микроавтобус Фиат Дуката. Автомобиль в результате пожара поврежден полностью. Также повреждено лакокрасочное покрытие рядом стоящего микроавтобуса Ситроэн Джампер. Стоит отметить, что доступ в оба автомобиля ограничен не был. В среду от работников национального аэропорта в МЧС поступил тревожный сигнал. Аварийная посадка воздушного судна. Речь шла о посадке пассажирского самолета Embraer 175 авиакомпании Белавия, следовавшего рейсом Минск-Москва. На борту самолета находились 51 пассажир и 4 члена экипажа. Во время взлета пилоты обнаружили неисправность передней стойки шасси. Подразделения спасателей спешно выехали, но практически сразу вернулись. Из аэропорта сообщили, что самолет благополучно произвел посадку. Пострадавших не Минск чрезвычайный. В четверг на улице Матусевича на проезжей части загорелся автомобиль Dodge Caravan 1999 года выпуска. Огонь вспыхнул в моторном отсеке автомобиля. Предполагаемая причина – механическое разрушение узлов и деталей. Говоря простым языком, такая причина скрывает в себе нагревательные явления от трущихся деталей, протекающие топливные шланги и прочие повреждения, которые со временем без должного техобслуживания неизбежно приведут как минимум к поломке. Ну или дело может закончиться как в этот раз. Задумайтесь, что дешевле – заменить детали своевременно на хорошем СТО или заменить разом все, что сгорело под капотом. В пятницу в столичной многоэтажке снова горел балкон. На этот раз на улице Одинцова. Хорошая погода провоцировала открывать окна нараспашку, а некультурные курильщики этим воспользовались. Как и во многих подобных случаях, причина – брошенный сверху незатушенный окурок. Хозяев дома не было, и пожар частично проник в кухню, которую сильно повредил. А также дымом закоптило всю квартиру. Минск чрезвычайный. В субботу 9 мая, когда многие ушли праздновать 70-летие Великой Победы в город, история с балконом повторилась. На этот раз на улице Восточной. И вновь окурок прилетел сверху и упал на имущество внутри балкона. Благо здесь дым заметили сразу и обошлось без серьезных последствий. А еще ближе к ночи, в праздничный вечер, в кабине лифта дома по Игуменскому тракту застряло сразу 8 человек. Видимо, после просмотра праздничного салюта, ну, очень захотелось домой. Причем сразу всем. Дышать такому количеству людей в тесной кабинке было откровенно тяжело, поэтому было принято решение оказать помощь, не дожидаясь лифтеров. Но еще раз хочется напомнить слова небезызвестной социальной рекламы. Бережите лифт. Закончилась неделя двумя поджогами. В первом случае в ночь на воскресенье на улице Янки Мавра подожгли легковой автомобиль Peugeot 205 1985 года выпуска, владелец которого пока так и не объявился. А днем в воскресенье на улице Суворова подожгли хозяйственную постройку с дровами. Ну что ж, вот и все с происшествиями на сегодня. В конце хотел бы остановиться на проблеме, с которой спасатели сталкиваются ежедневно. Минск чрезвычайно. Когда в пожарную аварийно-спасательную часть поступает сигнал о происшествии, уже через минуту колеса спасательного автомобиля катятся за пределами подразделения. Спасатели спешат на помощь. Когда речь идет о спасении жизни, без сомнения, каждая секунда дорога. Среднее время прибытия спецтехники МЧС к месту вызова в Минске составляет 4-5 минут. И если на сбор и выезд по тревоге отводится четкий норматив, то на прибытие установить его невозможно. Поверьте, каждый водитель спасательного автомобиля сделает максимум от него зависящего, чтобы доставить команду спасения к месту трагедии. Но существует множество субъективных факторов, на которые спасатели повлиять не могут. Главные из них, работающие против времени, это загромождение дворовых территорий припаркованными авто и непропуск транспортного средства оперативного назначения. Я уверен, что 99% из тех, кто меня сейчас слушает, это участники дорожного движения. Что ж, поговорим о вашем поведении. Средний вес пожарного автомобиля превышает 10 тонн. В большинстве случаев это тяжелый грузовик, который помимо собственного веса тянет несколько тонн воды, тяжелое мощное спецовоорудование и 4-6 крепких парней, экипировка каждого из которых добавляет 20-30 килограмм к собственному весу. Машина обладает огромной инерцией, и маневрировать всей этой радости в плотном потоке ой как нелегко. Экстренно оттормозить, а после разогнать груженный под завязку масс крайне непросто. Большинство водителей уступают дорогу, но достаточно одного, мягко говоря, чудака, чтобы произошло непоправимое. Согласно ПДД, спецмашину нельзя обгонять и опережать, однако обязательно найдется тот, кто непременно проскочит в открывшийся в плотной пробке коридор перед машиной МЧС. Правильно, его турбированный авто без проблем обойдет слева спецмашину в десяток раз превышающую его автомобиль по весу. «Так он же все равно медленно ехал, а я успел. Я ему не мешал. Они тащатся еле-еле, так что мне, стоять?» Вспоминаю я слова водителя, которого остановили за непропуск в ходе одного из спецрейдов. Да, средняя скорость пожарного авто в городском потоке едва ли превысит 40 км в час. И именно потому, что вот такие спешуны бросаются под колеса, не давая машине разогнаться по прямой. Другие водители, напротив, завидев сзади маяки и услышав сирену, считают лучшим способом не уйти с полосы движения, а тормозиться прямо в ней. Мол, пусть объезжает. И снова МАЗ с дымом из-под колодок тормозит. Напомню для всех, кому непонятна возможная траектория движения автомобиля МЧС. Водитель спецтранспорта имеет право отступать почти от всех пунктов ПДД, за исключением использования указателей поворота. Ориентируйтесь именно на них. Если водитель захочет свернуть вправо, уходите влево. Если влево, наоборот. Если же машина идет прямо, просто дай дорогу. Минск чрезвычайный. Отдельного внимания, конечно, заслуживают пешеходы. Случается так, что необходимо пересекать перекресток на красный. Соответственно, пешеходам перпендикулярно движению горит зеленый. Маячки преследований на вызов горят всегда, и сирена практически не выключается, чтобы заблаговременно предупредить всех участников дорожного движения. Уступи! Водители стоят. МЧС летит, но стоит лишь загореться зеленому человечку, и тут же большинство устремляется через пешеходный переход. Видимо, среднестатистический пешеход выучил одно правило. «Зебра – моя территория, и на ней мне должны уступать». Я, конечно, понимаю, что можно было не учить ПДД, но основные законы физики при обязательном среднем образовании в школе должны быть понятны. Но нельзя, никак нельзя мгновенно остановить машину, которая способна просто размазать по асфальту эту толпу. Неужели авторитет пешеходного перехода сломал в мозгу механизм самосохранения? Вспоминается сатирическая шутка. Пешеход, лежа в больнице, помни, ты был прав. Каждые сутки в столице спасатели сталкиваются с этой проблемой. И несмотря на общую положительную картину поведения, из двух миллионов жителей обязательно найдется отличившийся, поведение которого достаточно, чтобы увеличить время прибытия к месту спасения. Каждый день секунды складываются в минуты. Как говорится, земля круглая, и кто знает, может быть, однажды именно вам или вашим близким не хватит этих минут. Помните об этом всякий раз, когда услышите сирену экипажа спасения. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.